помните деда мороза нет да я вот сказал как никакого деда мороза ребенка не будет вообще сначала они врали мне понимаете что дед мороз заставили меня звонить по телефону такие были телефоны знаете куда-то набрали мне говорит скажи деду морозу что тебе надо я сказал все вранье же оказалось правильно и мы живем в куче такого вранья нам рассказали что вот вы добитесь успеха там вот это всего и будет вам счастье вы вообще много с успешными людьми взаимодействия вы у них на всякий случай просто поинтересуйтесь они насколько в части находится они до этого успеха домчались потому что у него жгло в одном месте очень сильно поэтому они бежали они думали что они добегут потому что всем это обещали и после этого перестанет жечь проблема состоит теперь жжет в большем масштабе потому что мультиплицируется эффект значит с достигнутыми результатами вот нам рассказывали там про как бы сказать что у нас что мы найдем свою вторую половинку всем до за рассказывали вам нет вот и вы умрете с ней на по одной подушке вас отравят видимо других вариантов я как-то не обнаружил как это может произойти вот да и но потом вы выясняете что будет масса жизненных с этим экспериментов опытов разочарований на вот и в лучшем случае вы потом найдете человека с которым действительно можете поддерживать партнерство то есть вот нас насытили огромным количеством этих иллюзий эти иллюзии питаются нашими потребностями но за счет этих иллюзий совершенно невозможно эти потребности удовлетворить вот и все страдают и все вот как будто бы узнали что деда мороза нету вот и испытывают связи с этим какое-то что их как-то обманули вот я вот сейчас был на презентации было в этом на новом арбате и там не что-то спросили про кризису то 30 лет 40 или про 40 и про 30 да вот и но вот вы подумайте вот смотрите сначала все до 30 лет все мечты 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 бегают как по пути как его чтобы в 30 понимаешь что как-то мне уже 30 величие не наступило значит мир не лежит у моих ног и так далее так далее да вот а в 40 после того как собран как бы сказать основной запас чего нужно было сделать для того чтобы считаться приличным человеком образование получено какая карьера сделана дети рождены машина ездит вот крыша над головой есть какой-то доход есть и так далее вообще непонятно что делать дальше просто что куда к почему где инструкции вот в общем короче говоря красная таблетка она рассказывает как очистить взор от вот этих совершенно наслоений которые нас делают страдающими вот после того как вы его чистите вам открываются чертоги вашего разума чертоги вашего разума они я вам должен сказать так спрятаны вы-то думаете что вы все думаете да я тоже обладаю этой иллюзией вот но на самом деле что я думаю я не в курсе подписайте вот я сейчас вам тут что-то говорю я откуда этому идет речь кроме как изо рта что из диафрагмы но аристотель думал что мы думаем сердцем поэтому в общем если вы придерживаетесь этой стратегии то может быть все неплохо вот но на самом деле конечно мы не простраиваем никакие внутри ну то есть вы можете выучить текст да и дальше вы его по памяти можете зазубрить и то есть и отведи рассказать его но в остальных случаях когда вам надо что-то рассказать вы слышите как будто бы у вас там внутри и мысли которые начинают вываливаться в слова и вам еще не нравится как они вываливаются то есть вот вы что-то сказали а после этого как-то сказали так бы как-то по-другому сказать да то есть у вас там что-то хотела говорить у него не было языка у него было какое-то вот ощущение того что надо потом вы это сказали еще во первых эффект всегда не тот который ожидали вот а потом и сами можете подумать боже зачем это все было я другое имел ввиду и так далее вот короче говоря вот мышление у нас происходит вне языковой зоне дефолт системе мозга и это неудивительно потому что если вы возьмете любых животных им же надо думать про жизнь как ее организовать и что в ней делать как в ней выжить слов они не знают но я вам должен сказать во-первых до трех лет шимпанзе обгоняют человеческих детей сообразительности более умные шимпанзе вот но это не все если сейчас я создам условия для эксперимента чтобы могли поиграть с шимпанзе в игру наподобие камень-ножницы бумага как вы думаете каковы ваши шансы ну не нулевые но вот но они шимпанзе обыгрывают детей людей взрослых камень-ножницы бумаг на вот и у них же нету языка то есть они как-то думают каким-то какой-то частью своего мозга при этом это не языковая конструкция и вы точно также думаете огромное количество часто вы знаете по себе что вы что-то вот изучаете у вас там как-то загружается в голову там крутится вертится потом вы стоите в таком ощущении что что-то там круто слов нету потом как-то вдруг раз и так а и пошли слова так их и не было там просто пока мысль не сложилась настолько чтобы она могла пролиться дождем слов как про это говорил лев семенович выгодский короче говоря наше с вами мышление нам не подконтрольно потому что мы с вами сознательно пользуемся словами для нас все что обозначено существует чего не обозначены не существует есть такое племя полинезийской по моему могу напутать да вот и там они не знают слова самолет вот и они виде самолеты вот считают что они ничего специфического не увидели вот значит почему просто нету номинации нечто не обозначается вообще никак не используется и для них не существует у нас тут сознание в этом смысле одно у дико ущербно и она вот связано с языком вот значит короче говоря пробраться в чертоге разум очень сложно и это приходится делать через сознание своих социальных действий потому что все наше мышление это бесконечные сборки сложных интеллектуальных объектов тех же самых как это образы других людей в ваших головах и сами эти образы состоят из отношений этих людей с другими людьми и вот выстраивая эту сложную внутреннюю конструкцию вы тренируете своему достаточно сложные интеллектуальные объекты по сути дела вы программируете свой сервер и этот сервер лего распределенного по вашей коре может собирать самые разные штуки вашу профессиональную деятельность и решение профессиональных задач ну там науку если вы занимаетесь и так далее вот значит короче говоря это вот чертоги разума но когда вы заканчиваете значит осознавать что думает у вас мозг и вы можете только косвенно влиять на это лора там и так далее значит вы и дальше приходите к троице вот троица рассказывает что у нас с вами есть три разные способа как мы конструируем представление о мире значит одни люди конструируют это представление надо им это или не надо вызывает у них этот клик или не вызывает хотят они это переживать или не хотят и вот эта ткань этих ощущений и создает модель мира которую строит рефлектор один из типов а вот но есть и прямо противоположный конструктор тот который строит ткань вот это там даже не ткань там такие леса строительные вот из закономерности из причинно-следственных связей из логики из просчета разных вариантов там и так далее и так далее и вот представьте эти два диаметральных типа еще средний центристы но вот вы представьте взаимодействие двух человек один из которых вот рефлектор а другой конструктор ну надо что не надо но они просто не говорят никогда если они говорят что они не знают не верьте они очень хорошо знаю но ты должен догадаться да значит соответственно девушка рефлектор вся на ощущениях на чувствах на переживаниях а юноша у нас конструктор он такой логический программист такой у него все по порядочку и дальше они решают какой-нибудь вопрос совместного житья бытия вот выбирают квартиру в которой будут жить значит и вот заходит мужчина в квартиру и смотрит значит высота потолков эти окна значит пластиковые не пластиковые труба значит поменена не поменена кран значит это вот и все ему нравится функционально она говорит что как 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 ты можешь вообще в принципе приводить меня в это а он и говорит ну как реально хорошая квартира она ему и еще издевается привет звонить маме кричать боже понимаете вот значит при этом о никто не врал все были как бы сказать все как думали так и сказали на вот проблема в том что видели реальность совсем иначе разное восприятие реальности квартира вроде бы одна а взгляд на нее совершенно другой у каждого из этих участников и дальше они начинают обсуждать эту квартиру ну допустим она убежала недалеко мама искала возвращайся дальше они начинают обсуждать как им действовать дальше что это будет за обсуждение если они не понимают что они говорят о двух разных квартирах но они сделают вот и дальше начнется это словно за это компромисс я убью тебя за поворотом это называется я сейчас все компромисс компромисс и дальше да поэтому вот то что мы совершенно по-разному видим мир и не осознаем что другие люди видят тоже чем мы имеем дело по-другому и поэтому нам реально с ними бывает не то что сложно но даже невозможно договориться потому что мы используем одни и те же слова за которыми стоят разные абсолютно значения вот приводит конечно нас к всяким разным конфликтам но рассказываю я про это в троице не только для того чтобы провести различие между этими способами сборки интеллектуальных объектов не только для того чтобы помочь как-то лучше понимать других людей с которыми вы взаимодействуете я об этом рассказываю потому что это реально три разные стратегии на три разные интеллектуальные стратегии значит вот я думаю что в этом зале многие из собравшихся вот там смотрят мои выступления на ю тубе читают книжки вот потому что им нравится сложность мышления как такового им нравится когда ты мыслишь не плоско не поверхностно ты мыслишь объемно структурно ты видишь большое количество элементов которые создают эту игру отношений вот и дальше вопрос а как же научиться думать сложнее как научиться думать сложнее это значит вот смотрите это самое понятное для нас действие увеличивать количество информации но вот представьте что вот мир с которым мы имеем дело развернут в трех разных измерениях одно вот сущностно это как его центристы видит второе закономерностное да как его видят конструкторы и ценностное как его видят рефлекторы это три разных измерения любого объекта с которым вы имеете дело вот мы видим стол да кто-то хочет его загрузить себе голову шучу значит у этого стола есть то что платон называл эйдосом сущностью да вот это некой усматриваемый нами в столе как бы существо да и сократ говорил с платон говорил стольность да мы усмотрели в столе стольки на самом деле никакой стольности в нем нету это просто деревяшка и вообще то что это деревяшка это тоже я придумал ну не я мне подсказали на вот а так это что-то физико-химическое ну слово физика и химия тоже придумал но это был не я мне подсказали вот да значит соответственно никакой конечно сущности стала в столе нету но мы усматриваем потому что это эволюционно очень важно как только вы ухватили сущность вы знаете что с этим делать когда вы ухватили сущность вам после этого не надо с каждым столом здороваться и определять что он такое зачем его делать что с ним делать вы ухватываете существо да точно так же вы помещаете сущности друг в друга но вы ее там могут называть душой там или там как как-то еще но мы усматриваем что в другом человеке есть какое-то существо которое делает его особенным отличным от других никакого существа нету там нервные клетки они действительно сложены по-разному но нервные клетки сложены по-разному там нету существа но мы его усматриваем и мы это делаем самого раннего детства когда дети берут игрушку и усматривают сущность в любой игрушке. Они начинают за нее переживать, думать и так далее, присваивать ей какие-то суждения, мысли и прочее. Да, значит, вот первый уровень присвоения сущности. С этим хорошо справляются центристы, но очень плохо это идет у конструкторов, а рефлекторам вообще непонятно, зачем это нужно, потому что я скажу об этом позже. Как на этот стол посмотрит конструктор? Он на этот стол посмотрит следующим образом. Значит, если это стол, то должна быть столешница. Значит, используется как мебель. Значит, мебель, стоящая на полу, должна иметь ножки. Покрытие должно быть такое, чтобы там не попортить. И вот скажем, вот что такое стол? Понимаете? Совсем другой подход. Нету какой-то стольности. Есть структура, которую она определяет. А дальше есть рефлектор, который говорит. В гостиной будет хорошо смотреться. Но в спальню не надо. Ну вот. Он определяет ценность. Зачем? И каждый объект, рояль, я, стол или любой из вас, а мы все объекты интеллектуальной деятельности, свои или других людей, мы имеем эти три измерения. Сущностное, которое отвечает на вас, с чем вы имеете дело, что это. Второе. Закономерностное. Это структура, причинно-следственные связи. Это описание закономерностей, которые организуют данный объект. И третье. Это ценностное. Зачем? И вот если мы используем все три стратегии интеллектуальные, то наши объекты, которыми мы оперируем внутри своей головы, обретают сложность адекватную реальности. Потому что вся реальность, которой мы имеем дело, создана не кем-то, не чем-то, а конструкторами, рефлекторами и центристами. И в тот момент, когда вы получаете способность использовать все три интеллектуальные стратегии, вы можете начать думать, а сложно, а б эффективно. Потому что эффективность – это достижение результата. Результат вы можете достичь только в том случае, если вы понимаете, что вы делаете, каковы закономерности того, что вы делаете, и зачем вы это делаете. Если вы не можете ответить на эти вопросы, у конструкторов уходят свои закономерности, им говорят, что все понятно, он пошел думать и дальше не возвращался, потому что он не понимал, зачем. Им у него так хорошо там все складывалось. Если вы не схватываете, чем вы заняты, вы можете потратить огромное количество усилий и в конечном итоге просто не получить того, что вам нужно. Поэтому ответы на эти ключевые вопросы являются фундаментальными. Они заложены в нашей с вами психической организации. Каждый из нас обладает всеми тремя радикалами. И конструкторскими, потому что каждый из нас имеет вторую сигнальную систему. И рефлекторские, потому что каждый из нас имеет первую сигнальную систему. И центристские, потому что каждый из нас имеет дефолт-систему мозга. То есть эти конструкции в нас, эти радикалы в нас есть. И в целом, если мы научились одним способом, то остальные мы быстро игнорируем. Но вот вернуть себе эту способность, видеть это все, чем вы имеете дело в трех измерениях, в этих трех фактических аспектах реальности, делает вас на два глаза зорче, чем среднестатистического человека. Вот. Ну что? Ребенок заплакал от этих слов. Давайте отвечу вам на вопросы. Мама взяла свою очередь, волнует вопрос будущего семьи. Сейчас в современном мире современные люди относятся к семье как к проекту. Проект успешен, мы его продолжаем. Проект неуспешен, я его откладываю в сторону и делаю в другой проект, который успешен. Вот насколько это правильно, насколько это опасно, или это каковы реалии, и с этим нужно просто смириться. И еще, из-за первого просторичного любопытства, вы в свое время работали над книгой по похудению. Да. Вот она, наверное, так, то есть вышла только аудиокнига, а какая... Про похудение не выходило аудиокниги никакой. Выходило. Это часто выходили какие-то там, ну, моменты отдельные. Может быть, да. Ну, сейчас немножко я, да, борюсь с информационными ожирениями. Вот. Да, значит, по поводу первого вопроса. Мы не отдаем себе отчет, насколько радикально изменилось время, в котором мы находимся. Потому что оно меняется для всех нас. Понимаете, если мы движемся с огромным ускорением, и нам не с чем сравнить, да, вот, нам кажется, что мы стоим на месте, вот. Но движемся мы сейчас очень быстро. Вот, ну, когда появился айфон? Десять лет назад, да. Сейчас сложно представить себе жизнь без мобильного телефона и интернета. Вообще, как будто бы никогда не было такого, что их не было. Все, что вы делаете, вы делаете через эти устройства. Кто представляет себе, как выглядели компьютеры в 80-х, понимает, что мощность... Представляете, вот мощность айфона, меня вот снимают на айфон, вот его мощность на 83-й год оценивается в 1 миллиард долларов. Вот такая машина, с которой позволяет так считать, это миллиард долларов. Вот, а сейчас у нас в кармане, вот, и пожалуйста. Вот, изменения действительно совершенно фантастические. И самое главное, что меняется значение человека. Раньше люди были нужны. В них была нужда. Они, думаю, жидыли нужны как сила, военная и производственная. Значит, нужны были люди, чтобы пахать, сеять и умирать, захороняя посевы. Вот. Значит, но случилось страшное. Войны перестали быть нужны люди. Войны, это минимизируется, по крайней мере, по количеству жертв, несравнимы с тем, что было раньше. А в производстве люди не нужны. Вы что такого, каждый из вас производит, без чего вот сложно обойтись человечества? Идеи. Идеи, это мы дойдем до них. Вот. Знаете, самая главная проблема коммуникации, это мы просто сами себя, называется, самозанятость. И идеи, это самозанятость. Понимаете, вот реальное производство, да, которое кому-то нужно, оно должно производить что-то, чем мы потом будем пользоваться, что кому-то нужно. Вот. И поэтому, да, мы вошли во время, когда люди перестали быть нужны. Понимаете, раньше нас всех воспитывали, водили, как бы сказать, по линейке, вбивали в голову всякие разные ценности и так далее, и так далее. Почему? Потому что мы должны были идти воевать, идти работать, получать орден за войну и орден за труд. Был такой герой Советского Союза и герой социалистического труда. Да, вот. Вот что нужно было. И это было не только в СССР. Понимаете, это было в любом, в любой стране. Люди были нужны. Сейчас они лишние. Сейчас непонятно, что с ними делать. Вот. И это катастрофа, потому что больше никто не занимается тем, чтобы в этих мозгах хоть какой-то порядок навести. Дальше все отпущены на вольные хреба. И вы прекрасно знаете, насколько сейчас весь мир разъехался по разным каким-то маленьким закоулкам. Понимаете, есть вот блогеры. Какой-нибудь блогер, у него миллион подписчиков. Его знает целый миллион человек. И только этот миллион. Понимаете, есть музыкальная группа, у которой есть ее поклонники, и знает только эта группа. Раньше, когда система была централизована, мы все обладали одним информационным, были в одном информационном поле. Вам могло что-то не нравиться, как поет Кобзон. Вот. Но вы знали, как поет Кобзон, понимаете. Вот. И все знали, вы могли это обсудить. Раньше были всегда анекдоты. Люди постоянно шутили, анекдоты рассказывали. Но вспомните, эти анекдоты всегда были про тех или иных героев. Это Чапаевы с Петькой, это Штирлиц с Мюллером и так далее. Сейчас, поскольку нету таких универсальных... Я приду куда-нибудь в Компания. Сейчас я вам расскажу про анекдот про Дайнерис Таргариен. Ну, кто-то, может, в курсе. Я правильно назвал ее, нет? Вот. Такая женщина. Вот. Да. И... Да. И уже не смешно, понимаете. Потому что надо же... Про Штирлицы все знают. Я хохмлю. Все понимают суть шутки. Понимаете, почему? Что Штирлиц шел по этой улице, и за ним вылочился парашют. Понимаете? Что-то он там был далеко от провала. Но надо было знать, что он, по крайней мере, разведчик там. Или какой-то диверсант. Понимаете? Вот. Да. Короче говоря, мы выпали из единого информационного поля. Мы все разъехались по разным совершенно информационным квартирам. Нам кажется, что мы все знаем. Но вы представите, что сейчас экономика компьютерных игр, она скоро будет соизмерима с голливудской. То есть пока это 50% бюджетов, да, то, что Горливуд, и то, что компьютерные игры. Люди встречаются, снимают стадионы для того, чтобы наблюдать, как их герои играют в компьютерные игры. Они на стадионе смотрят, как происходит игра. Значит, вот я думаю, что здесь есть определенное количество людей, которые, слыша это, думают, что я начал бредить. Ну, нет, но есть те, которые сидят на этом стадионе, да? Об этом-то и речь, да? Ну, вот. Поэтому правда состоит в том, что мы абсолютно разъезжаемся, каждый вот в свою нору такую, вот, окукливаемся там информационно. Более того, дальше вы же все существуете в режиме рекомендательных сервисов, и вам начинает все выкидывать то, что вам подходит. Вы посмотрели про мозг Черниговскую, и тут вам говорят, что Щукурпатов что-то про мозг говорит. А, Щукурпатов, доктор, давайте посмотрим. И вы оказываетесь внутри вот этих заворачивающихся информационных воронок. Да, значит, короче говоря, люди не нужны. Мы все рассосались. И дальше вот вопрос, как будет организовано это общество. Значит, будет ли в нем, например, брак? Да? Будет ли в нем воспитание детей? Будет ли в нем, там, я не знаю, теща, это вообще страшно под вопросом оказывается. Да вот. Значит, я вам должен сказать, что еще в самом начале 70-х годов Элвин Тофлер написал свою знаменитую книгу, которая называлась «Футурашок», вот, в которой он удивительным образом, он, конечно, дядька совершенно потрясающий, предсказал, вот, я как читал это, я думал, ну, какой, я читал это, соответственно, в начале 90-х, и я думал, вот он, конечно, фантазер, да? Ну, например, он описывал там семьи, которые будут состоять из, значит, там, пяти, шести, семи человек, мужчин и женщин, которые, значит, ведут совместное хозяйство, совместную сексуальную жизнь и так далее. Значит, ну, в 91-м году читаешь такое, думаешь, что-то проськи. Вот, значит, да, ирония состоит в том, что сейчас 2 миллиона американцев уже живут в полиамордных семьях. Вот, именно таких, про которые писал Тофлер в 70-х. Значит, и это не единственная его гипотеза, как все будет развиваться в самых разных, так сказать, социальных областях. Да, и мы претерпеваем сейчас конструкцию, при которой не будет единых стандартов. Пока еще мы, мы же, так сказать, мы немножко несем на себе прежнее общество, задало программы, да? Значит, того, как мы должны жить, что мы должны делать и так далее, и так далее, и так далее. Но, во-первых, кто сейчас эти программы, в принципе, слушает? Ну, вот, даже родители это говорят детям. Вы знаете, поколение, поколение Z, вот сейчас много исследований идет по этому поколению Z, это молодые люди, которые родились в конце 90-х, в начале 2000-х и дальше, поколение Z. Вот, особенностью поколения является наличие трех разных субличностей. Классическое выделяется, это дневная, ночная и геймерская. Значит, вот, днем человек один, ночью он другой, ну, как геймер, он вообще просто, может быть, вы никогда не узнаете, что этот человек, с которым вы там играете, тихоня какой-то там или еще что-то и так далее. Совсем разные персонажи, они по-другому себя ощущают. Это такая вот уже поколенческая шизофрения. И вот вы говорите, например, дневной субличности подростка. Семья, любовь, скрепа, подушка, готовься, всех отравим. Вот. Он слушает, соглашается. А потом у него начинается ночная субличность, открывается. Потому что, как у вампиров, знаете, закончились, поменялись эти. И в ночной у него вообще другая реальность. Значит, сейчас возраст вступления в половую жизнь меньше 15 лет, средний. Значит, это, как бы сказать, показатель, демонстрирующий снижение. Но впервые за все время диагностировано, значит, то, что девочки вступают в половую жизнь раньше мальчиков. Никогда такого не было. Всегда мальчики, значит, понятно, со своим экспериментальным, так сказать, духом находили девочек постарше и, соответственно, как бы сказать, становились мужчинами и очень этим гордились, фактам. Ну вот. И главным двигателем этого первого сексуального опыта всегда было любопытство. Значит, никогда не было такого, чтобы девочки были настолько любопытны до этого дела, чтобы обогнать мальчиков. И это радикальное изменение. Оно видно на цифрах, понимаете. И вот вы поговорили про скрепы, а дальше началась ночная субличность. И в этой ночной субличности уже, понимаете, 10 партнеров за спиной, там, и, как бы, причем в разных состояниях и так далее. Ну вот. Ну, мы, конечно, живем в честных коридорах и думаем, что вот она жизнь такая. Она вообще, я вам должен сказать, готовит сюрпризы. Вот. И пока абсолютно непонятно, куда это вырулит. Ну вот. Пока это выруливает вне хорошее. Но главная проблема, на мой взгляд, не то, что это, знаете, ну, в конце концов, раньше детей отдавали замуж в 12 лет. И мальчиков, и девочек, ну, и на Кавказе бывают, что рано там, да, отдают до сих пор. Ну, не знаю. Цыгане там. Ну, как, ну, отдай, бали раньше, нормально все. Вот. Нету драматизма в этом. Но была структура общественная, которая это все удерживала. Там же не отдавали ребенка просто куда-то, да, его отдавали в другой дом, в другую семью. Там был порядок, там было, что должно происходить с ним и так далее. У нас сейчас вообще никому невозможно отдаться. Понимаете, вы куда не придете, там скажут, о-о-о, мы тут не знаем, что у нас как. У нас вот это. Это вот в Америке две партии. Они не знают, чем они отличаются. Да, они все, да, они уже потеряли. Потому что нету больше ни идеи, ни направлений, ни какой-то структуры. Все просто вот просаживается, проваливается. И дальше Трамп, как бы сказать, появляется, что вообще для американской элиты ужас. Они не могут понять, как это происходило. Они не могут понять. У них следующим придет Сандерс, понимаете. Там же, это вот, они еще миллиардеры выбрали. А потом они выбирают блевака, за которого голосуют молодежь, которая сейчас растет. А она там очень специфическая молодежь американская. Вот. И вообще черт знает что там. И все эти институты по всему миру, черт знает что с ними происходит. И это все нарастает. Почему? Потому что мы с вами находимся в состоянии перманентного информационного потребления. Мы не можем не оглянуться, не можем не пересобраться. У нас нету авторитетов. Значит, начиная с поколения Y, авторитеты вообще стали уходить со сцены. У Z вообще нету авторитетов. Им парабанно. При том, что это до такой степени, что когда они проверяют информацию, которую они получили в выдаче поисковика, ну, это исследование было на Google сделано, выдача в Google. Они не видят разницы в релевантности информации какого-то источника или контекстной рекламы. То есть они думают, что это, ну как, написано, как раньше говорилось, по телевизору уже сказали, а сейчас еще хуже, в Google выпало что-то там. И все это бесконечно информационное потребление без всякой разной какой-то перспективы. Ну вот, и в общем, я думаю, что мы переживем какую-то конструкцию, при которой общество просто расслоится. Оно разделится на вот просто таких пассивных потребителей контента. Вот, если вы смотрели «Черное зеркало», там в одном из эпизодов, там есть эта футуристическая идея, значит, что люди просто целыми днями проводят в этих комнатах, в которых есть экраны, в которых можно увидеть все, что угодно. И как бы только надо крутить педали, вот, чтобы тебе показывали то, что ты хочешь. Ну вот, и да, и они крутят. Ну вот, и это перспектива, потому что, конечно, когда будет виртуальная реальность практически неотличима, причем во всех, как бы, органах чувств, не только зрительным, но и тактильным, и обонятельным, там, и так далее, когда эта виртуальная реальность будет вот так абсолютно воспроизводить реальность фактическую, конечно, туда все благополучно сгинем. Вот, уже в Японии сделали, кстати, аппарат, виртуальную реальность, значит, с женщинами, порнография, да мужчин. Ну вот, значит, они одевают эту всю конструкцию, и им одевают датчики, не буду показывать не себе, вот. Вот, и дальше они с этой девушкой, значит, в виртуальной реальности имеют, и у ни одного из людей, которые туда эту одели на себя, они это делают для людей, которые не могут найти себе партнершу, которую бы хотели. Ну вот, ну то есть, там, какие-то, ну, так, вот. А тут раз, и все, и счастье полные штаны. Ну вот, да, да. Нет, я вам рассказываю, что уже, что делается. Это не фантазии, это не кино, да, вот реально создается такая, такой инструментарий. И все может быть в этой виртуальной реальности, понимаете, вы можете все, что угодно представить. Вы говорите просто, компьютер распознает вашу речь, и он по вашей речи из базы данных подбирает изображение, и вы полностью экранизируете то, что вы хотите увидеть. Сами. Представляете, вы смотрите кино, хочу то-то, хочу это, а вот теперь пусть это произойдет. И вы такой сидите в этом. Вас кто оттуда вынет? Чтобы что? Вот. Да. И вот, в общем, останутся, соответственно, вот овощи, которые, значит, окажутся в этих капсулах. Вот. Если их кто-то будет содержать, это вот отдельная проблема, вот, и какой придумать им крутить велосипед, чтобы хоть и какой-то от них был толк, потому что с энергией тоже сейчас решится вопрос. Я сейчас создадут вот эту систему передачи электричества с помощью оптоволоконных технологий. Все-таки там фотоны, там и там, и смогут их передавать на большие расстояния без потери. Да, вот, и в Африке все заставят ее этими панелями, да, вот, их чистят роботы уже, да, вот. Единственная проблема, они абсолютно функциональны, не нужны люди, да, вот. Единственная проблема, что если кабель обычный проложить из Африки в Европу, то просто энергия потеряется, походу, да, вот. И сейчас это единственное, вот, сейчас решат, и вообще просто она будет, не стоит ничего, да, эта энергия. Да, вот, сейчас в Соединенных Штатах очень дешевое электричество, ну, просто невероятно, вот за счет этих вот новых технологий. Вот, и, да, и поэтому даже крутить педали я не понимаю, ну, то есть, что, зачем это, да, ну, вот. В общем, непонятно, кто будет их содержать и кому будут нужны эти люди в этих капсулах, да, вот. Вот, но проблема, конечно, да, и будут те, которые будут этими капсулами как-то управлять. Не знаю, зачем им это понадобится, вот, но, очевидно, вот это разделение происходит, потому что сейчас реально наши жизни полностью начинают принадлежать единицам людей, вот, из соответствующих долин, вот, которые имеют все на вас всю информацию, вот, могут прогнозировать ваше поведение лучше, чем вы сами можете его прогнозировать, просто зная, как вы ведете себя в социальной сети, вот, и может вызывать любую вашу реакцию и так далее. Так, все началось с кембриджской аналитики, вот, с Козинского, но сейчас все эти технологии дальше развиваются, и, в общем, ну, как бы, наше поведение будет вполне себе ловко манипулируемо, ну, и, как сказать, людьми в целом понятными, вот, и, ну, вот, они получат такой доступ к управлению, к нашим человеческим капиталам. Ну, это, как гордо кто-то когда-то говорил. Вот, поэтому семья, это, я, конечно, вас тут поддерживаю, что печалька, но по сравнению с общей драматургией, ну, так, ну, кого-нибудь другого заведет, может, получше окажется. Надо брать, пока есть. Спасибо за вопрос. Значит, я тренинги не провожу, значит, мы создали проект, значит, он называется Академия смысла, вот, значит, который, это саморазвивающаяся такая система, вот, которая представляет собой, ну, что я сделал? Я сделал план 16 занятий на трех ступенях, то есть три раза по 16, вот, первая – это, вот, борьба с иллюзиями и идентификация реальности и собственных действительных потребностей и желаний, вторая ступень по чертогам разума, она связана с навыком построения факт-карт и сложных интеллектуальных объектов, и третий уровень связан как раз с умением использовать все три стратегии в сборке интеллектуальных объектов и решении тех интеллектуальных задач, которые у нас стоят. Значит, и дальше что происходит? Значит, люди записываются на ступень, на первую, ну, вот, там проскочить нельзя, вот, дальше они встречаются с теми, кто уже прошел эту ступень, вот, и мы берем не всех, я вообще не беру, честно говоря, ну, то есть, и моя роль очень здесь ограничена. Я создал сами упражнения и всю технологию, вот, создал всякие разные дополнительные материалы, которые необходимы, вот, и плюс все участники пишут мне письма. Я в этом году прочитал 8600 писем только от участников Академии смысла, которые выполняют домашние задания, иногда там бывает много-много листов, вот, и, да, и они пишут отчеты, вот, вот, я пока читаю эти отчеты, но еще чуть дальше, ну, вот, но там есть дальше, в общем, короче говоря, по всем человекам идут занятия, вот, потом, значит, следующий этап, потом менторство, и дальше у нас появляются люди, которые могут сами помогать другим использовать эти упражнения для деятельности, вот. Когда у нас будет достаточное количество москвичей, которые пройдут обучение в Академии смысла, ну, они здесь смогут, так сказать, воспроизводить всю ту же технологию. Ну, вот, пока просто у нас москвичей там не очень много. Здравствуйте, Владимир Владимирович, пожалуйста, как, по Вашему мнению, будет ли пройден тест Тюринга, и какая уверенность того, что мы просто будем копировать все личности, а потом устанавливать новые тела? Ну, для этого вообще не будет нужна. Значит, ну, мое мнение здесь не важно, потому что он уже пройден. Значит, то, что касается теста Тюринга, это, ну, это же мысленный такой эксперимент, предполагается, что взаимодействуя с искусственным интеллектом вы не будете иметь возможности определить, человек это или робот. Значит, сейчас боты, которые были созданы, вот, в прошлом году была огромная выставка вот этих ботов в Великобритании со всего мира, они там съехались. Ну, вот, там вы не можете отличить, с кем вы разговариваете, с искусственным разумом или с человеком. Значит, поэтому тест Тюринга в этом смысле пройден. Значит, вторая идея, которая связана с тем, что может ли вообще искусственный интеллект повторить человека как такового. Я вам должен сказать, что если ученые пойдут по этому пути, они, честно говоря, пытались и забросили эту идею, потому что нет ничего глупее, чем воспроизводить такой дефектный интеллект, как наш. Вот, значит, соответственно, то, как они сейчас делают, и технологии, которые они используют, они не предполагают восстановление, воспроизводство человеческого интеллекта. Они представляют такие, как бы сказать, программные решения, самообучающиеся машины, которые могут решать те задачи, которые перед ними ставят, создавая промежуточные цели. То есть, вот они сами для себя создают цели для того, чтобы добиться... В чем фишка? Я хочу поесть, у меня есть конечная цель. Но перед тем, как я хочу поесть, мне нужно несколько промежуточных целей. Я должен деньги поесть где-то, раздобыть, я должен до магазина дойти, там еще что-то. Ряд промежуточных целей. Самая сложность – это всегда формирование этих путей. А представьте, что есть искусственный интеллект, которому он говорит, есть вот конечная цель. А он сам решает, где деньги достать, где в магазин сходить, как раскупорить, там это все, сам себе ставит промежуточные решения и доводит до результата. Вот, поэтому это вот, как бы, что мы будем иметь. То, что касается возможности переписи сознания на сервера, я, честно говоря, был чуть большего оптимизма год назад. Теоретически проблем нет. Мы, в общем, код, и любой код может быть перенесен на другую платформу. Вот, значит, проблема состоит в том, что огромный проект, если с этим есть, восстановление конектома, это вот все связи внутри мозга. Сейчас американское правительство финансирует это большое. Они сначала финансировали создание генома человека. Это было большое исследование, в котором миллиарды долларов это было потрачено. Теперь вы за 100 долларов можете получить анализ своего генома. Вот, вот примерно такая же история сейчас происходит с конектомом. Это вот все внутренние связи всех клеток в мозгу. Вот, и они вот их пытаются воспроизвести. Вот, и в целом, в общем, мне казалось, что там все это решаемо, но последние вот исследования-то прошлого года, они все-таки нам показывают, что слишком сложно реагирует нейрон, и мы пока не можем понять. То есть, вот, если просто передается сигнал, мы можем этот код иметь. Выяснилось, что у нейрона есть какая-то своя внутренняя предпочтительность в реакции на внешний сигнал. То есть, он как-то сам решает, то есть, это просто не механическое. Мы передали там две единицы, он воспринял две единицы, на две единицы ответил там тремя, да? Вот нету такого. Он сегодня ответил тремя, завтра четырьмя, а послезавтра сказал, вот сегодня вообще карантин, не выступаю. Ну вот, и, значит, пока не очень понятно, да? Мы вообще там находимся в мозге примерно в таком же состоянии, как в физике, в квантовой механике, вот, потому что там одни сплошные парадоксы и, как бы сказать, трудновообразимые вещи, полумертвые, полуживые коты. Вот. Но, как показывает физика, человеческий разум умудряется найти обходные пути для этих парадоксов и придумать всякие разные принципы дополнительности, неопределенности там и так далее, которые позволяют все равно построить атомную бомбу. В общем, короче говоря, возможно, такая все-таки возможность есть, пересадка будет производиться. Значит, Куртсфейл обещает, что вообще мы уже к 2025, 2030 году уже сможем воспроизводить покойников. Вот, значит, вот сейчас развиваются технологии в, значит, индексат, как бы сказать, интегрирование чипов в наши, как бы сказать, головы. Кстати, неплохо, там индекси это все уже внедряли. Сейчас, знаете, вот есть слепым восстанавливают зрение, вставляют сюда чип, вот, интегрируют с зрительной корой, а на очки ставят камеру. И мозг получает информацию просто с цифровой камеры, расшифровывает ее своими зрительными зонами мозга, и человек видит без глаз, без ничего, сразу мозгом, ну, через камеру. Вот, да, поэтому, значит, вот они сейчас интегрируют эти наши чипы нам в головы, вот, и дальше идея состоит в том, что... Я вообще не понимаю, зачем они вот как-то... Но это целое направление, чтобы возобновлять покойников. Вот, значит, да, и они будут использовать, они будут подтягивать всю информацию, которая есть в бигдате про умершего человека, и наполнять их эмоционально вашими воспоминаниями. И вы можете, будете иметь дело, возможность встретиться с умершими людьми. Это реально, я не шучу, они занимаются вот созданием такой штуки. Вот. Да. В наших сердцах. В наших сердцах. Да, вот, поэтому, да, значит, вот, соответственно, наше сознание, оно может быть вот перегружено, но вот возникли эти сложности. Я уже забыл, зачем все это рассказывать, но, в общем, короче говоря, мы движемся. Ну, не мы, а там... Ну, это же другая книжка, Четвертая мировая, я вам сказал, да. Вот К-4, там сами сделаете выбор. Но вы сможете сделать выбор. Обязательно. Здравствуйте. Колерирует и троится с системой поведенческой личности диск Вильяма Марса. Я, к сожалению, не знаю конкретно, про что вы говорите. Так, хорошо, второй вопрос. Существует медитация, в процессе которой иногда бывает якобы просветление. Я сам видел таких двух людей, которые после данного просветления меняли совсем свое поведение, мировоззрение, намного проще отнесились к миру, проходили проще каких-то ситуаций и так далее, и так далее. Что в этот момент происходит в мозге? Происходит ли вообще что-то? Либо это система десяти тысяч часов, просиживание философское. Ну, конечно, это десять тысяч часов, потому что если вы последовательно внедряете в себе в голову какую-то идеологию и делаете это с учетом всяких разных ритуалов, вы можете заставить себя вообще во что угодно верить, все что угодно воспроизводить. Мы программы, понимаете, если мы себя программируем. То, что касается медитации, она с точки зрения сознания сходна с состояниями наведенного транса, в которых увеличивается внушаемость. Это такой, как сказать, гипноз наяву без сна. И понятно, что человек, который живет в этой эзотерической философии, занимается этими практиками, у него это в конечном итоге мозгом принимается, как просто вот так, ну, запрограммируется таким образом, и он воспроизводит такое поведение. Тут, понимаете, вот я вам сейчас расскажу смешную историю. Значит, один из, сейчас вылетела у меня фамилия, один из пионеров исследования медитации с помощью электроэнцефалограммы. Вот. И он один из, там, авторов развивавших активную теорию лимбической системы, что является его, как бы, достижением большим. Вот. Который установил, что у нас правое полушарие депрессивное, а левое, значит, оптимистичное. У него масса всяких разных таких интересных штук. Вот. И в частности, он договорился с Далай-Ламой, что он сделает электроэнцефалограмму, значит, 16 самым крутым, просветленным, значит, тибетским ламам, сидящим, значит, в самые... У них там есть такие, которые уходят и сидят там по 10 лет вообще, значит, ну, лама у нас прогрессивный, Далай, который, вот. И он говорит, давай, вот, надо только договориться с ними, вот. И они, значит, собрались, это было еще в 70-х. Огромные электроэнцефалографы, понимаете, в горы, вот, если в горы друга бери, вот это вот, они, значит, с этой всей, значит, лабудой обошли эти 16 этих, что, вышек с этими персонажами, понимаете, ну, вот, ни один не разрешил. Знаете, почему? Связь боялись с космосом потерять, каим электроды в голове приступят. Ну, потому что это примитивные и дикие люди, ну, как бы, без образования и без ничего. Но, конечно, оттрессировать можно любой организм. Далай-Ламма прекрасный... Вы, конечно, видели настоящих тибетцев? Они, когда видят белых людей, они начинают кланяться, бегут и просто касаются, чтобы посмотреть на белого человека. Абсолютно дикие люди, которые живут. Да, и вот из такого дикого мальчика взяли ребенка, посадили там в дворец Далай-Ламы и воспитывали. И сейчас это один из самых мощных интеллектуалов в мире, Далай-Ламы. Очень толковый дядька, понимаете? Воспитанный из дикаря. Понимаете, а можно дикаря отправить, посадить, он в медитацию впадет, понимаете, там будет качаться и так далее, но при этом дикарем и останется, потому что электроды поменьшают ему связи с космосом. Это нормально? Просветлился. Я прямо чувствую, он независим вообще от материи никак. Его дух, в общем, пылает, плывет над Тибетом. Но электроды не пылают, мало ли что. Потеряю связь с космосом. Поэтому у этого есть простая нейрофизиологическая природа. А кто его воспитывает? В Тибете там целая система же. Но они такие же просветлённые? Я же сейчас с иронией говорю про просветление. Вы не заметили? Так. Я так и сказал. Здравствуйте. Хотела сказать вам большое спасибо. Ваши книги и лекции не обезумно вдохновляют. И вот из чего вышел мой вопрос. Вы говорили о том, что чтобы не происходила эта жвачка из мыслей нашей голове, нужно себя загрузить, то есть заставить свой мозг работать на какой-то проблемой. Это безумно здорово, но я столкнулась с другой проблемой. Когда я изучаю что-то, но я как студент вынуждена очень много чего изучать. И когда у меня это получается, то есть я, возможно, это моя иллюзия, что я что-то поняла, у меня происходит, наверное, выброс этих дофамина, да? И я безумно этому радуюсь, действительно, физически радуюсь. И потом я понимаю, что, наверное, я не все так хорошо поняла. Так должно быть абсолютно. Кажется, что поняла, но наверняка что-то упустило. Как заставить свой мозг заново изучить? Ну, скорее, даже вообще просто система образования, которая предполагает, что вы должны освоить какие-то навыки. Но вот я со своей стороны могу сказать, что есть, на мой взгляд, самый главный секрет обучения эффективного. Вы должны это всегда изучать к решению какой-то конкретной фактической задачи. То есть вот если у вас есть какая-то фактическая задача, то я начинал заниматься психотерапией, когда психотерапии в стране не было. Это был 91-й год, а приказ о том, что психотерапия должна быть, появился в 95-м. Не было никаких ни пособий, ни руководств, ни обучения, ничего. Я в жизни не был ни на одном уроке ни психологии, ни психотерапии, ни психиатрии. Нет. Но были пациенты, которые нуждались в помощи, была возможность им эту помощь оказывать. И было много всякой разной литературы, очень кривой, косой и так далее, из которой я по крохам собирал вот эту конструкцию, которую потом сформулировал в рамках книжки «Счастлив по собственному желанию». Я уже ее написал в 23 года. По результатам собственной работы на отделении с пациентами. А потом в системной поведенческой психотерапии уже руководство я писал уже, конечно, когда мы большое количество научных исследований дополнительных к этому провели. Да, но у меня была конкретная цель. Я хотел научиться лечить неврозы. Это была моя, как бы сказать, доминанта. И просто, когда вы что-то делаете для чего-то, то мозг начинает сорганизовывать. И вот эта дефолт-система работает уже не так, как вы ее загрузили, а она, значит, так вот тяжко, значит, надо что-то с этой информацией делать, может быть, забыть ее, может быть, не так важно. Если вам нужно в реальности добиться какого-то эффекта, что-то должно измениться в реальности, тогда мозг, загружая в себя новые данные, будет все время соотносить это с возможностью достижения поставленной цели. Он в этом смысле тоже искусственный интеллект. Просто мозг говорит, а ты уже все понял, хватит, стой, остановись. Да. Он так и будет говорить. Только когда другие люди вас заставят или нужда сделать что-то для других людей. Спасибо большое. Андрей Владимирович, у нас вопрос из Инстаграм-трансляции. Всем привет. Спрашивают, мы знаем, что мозг нас все время обманывает. Как определить, находимся ли мы в состоянии решения какой-то задачи или просто жуем какую-то мысленную жвачку? Как определить, жую ли я жвачку или, я думаю, о чем-нибудь осмысленном, да? Вы только что отметили, цель нужна. Цель нужна 100%. Ну вот, жвачка, она в целом, конечно, абсолютно бесцельная. Что такое, чтобы все представить, что такое умственная жвачка? Дефолт-система, которая была создана для того, чтобы понимать все отношения в стае. И дальше вот вы представьте, что происходит, когда вы жуете умственную жвачку. Умственная жвачка – это что такое? Когда вы сидите, за чем-то задумались, и вас спрашивают, о чем я задумался? А вы врете. Вы говорите ни о чем. Но на самом деле в этот момент вы видите, как у вас ускальзывает образ ситуации, которую вы только что проворачивали внутри головы. Потому что это и есть умственная жвачка. И это очень похоже, представьте, что вы какое-то, что это племя, в котором живут какие-то ваши сородичи. Вы заходите внутрь вот этого племени, которое где на стойбище, да? И дальше вы обходите эти дома. Вы заходите в дом каждому, значит, жителю этой деревни, проверяете, как у него, что. Но, значит, и дальше по следующему кругу. Ну, ничего, может, у кого-то дети родились, понимаете, может, у кого-то ногу оторвало. Ну, как бы, ну, все. И вот что такое? У вас внутри головы живет ваше племя, потому что вы точно такие же, как бы, люди и племя. У вас там 150 человек, Данбар это доказал. Сейчас современные исследования показали, уже и слои Данбара определили и так далее. У вас 150 человек, и вы там вот их обходите вот таким вот, как там, что-то медный всадник или кто-то там ходил, дозором. А, нет, это какой-то Черномор, да. Вот он дозором ходит, обходит. Вот, и вы там внутри обходите своих, причем вся эта стая, это в основном люди, с которыми у вас долги, обязательства, проблемы, значит, невысполненные надежды и прочая вся. И вот эту муть вы, значит, как бы, сказать, постоянно взбалтываете, обходите, так сказать, свое стойбище. А про чему я про это говорю? Идея ли это? Создаем ли мы идеи, когда мы делаем этот жвачек? Нет, 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 нет. Иллюзия, что мы создаем какую-то идею, а на самом деле живем жвачек? Как отличить? Нет, ну вот мы, там, у меня подготовлена аудитория. Если вы решаете какую-то задачу, и ваша интеллектуальная деятельность связана с решением конкретной задачи, но в чертогах разума, там, когда вы инвентаризируете умственную жвачку, там, значит, последний раздел, да, это мысли, которые необходимо додумать. Да, это вот, когда вы инвентаризируете весь набор, вот этой глиматии, которая в голове кружится, там из всего этого хаоса есть несколько вещей, которые действительно можно додумать и улучшить ситуацию. Ну, как бы, вот, изменить ситуацию в связи с этим. Ну, вот, конкретная цель, вот, надо это додумать, чтобы это изменилось в реальности. Мы мыслим только для того, чтобы в реальности что-то происходило. Вот, думать, что мы мыслим просто абстрактно для каких-то непонятных целей, это нелепо. Нам мышление дано для решения практических задач, да, а все остальное это просто литература. Я тоже стою в духоте и не решаю вопрос, кому давать. Здравствуйте. Андрей Владимирович, такой вопрос. Если мы не можем нарушить привычку, не испытывая при этом страх, то человеку с высоким уровнем кортизола, например, следует сначала пройти лечение или же вот сквозь ощущение вегетативной реакции все-таки формировать новые нейронные связи? Спасибо. Ну, здесь просто вопрос в уровне, если действительно очень высокий уровень кортизола, то лучше лечить, понятное дело, эндокринную патологию. Если это в рамках, там, плюс-минус, единицы, и там ничего катастрофического нет, то ничто не отменяет возможности и необходимости формировать нейронные связи, которые позволят вам вытеснить эту симптоматику. Есть изучение уже готового изгемия, то есть кто-то создал гестр. Все, что вы рассказываете, вы, по сути, работаете с метафтной компьютерой и так далее. Значит, возможно, по вашему представлению, душа и... Вопрос, да, 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 вопрос, да. Душа и дух, возможно, и тюзли. У нас есть эти тела, у которого есть свое мировоззрение, и который оказывается успешным, раз он достиг таких возможностей. Для вас это артефакт или это можно, так сказать, отложить на будущее? Потому что это же только изучение того же мозга. Ну, они не дают его мозг изучать? Я бы с удовольствием изучил бы мозг Этигелова. Можно? И все. А что, вы же хотели бы спросить меня... Ну, у Этигелова, я еще раз объясняю, у Этигелова есть мировоззрение, в рамках которого он... Да нет, у него может быть все, что угодно, но нам же не дают изучить это. Вот для вас это, получается, иллюзии, но эти иллюзии ему помогают раскрывать таких вещей, которые... Я не знаю, чего он достигает. Я не знаю, чего он достигает. Вы не знаете? Нет, но вы же нам говорите, мы бы его вскрыли, посмотрели. Это откопали буддийского монаха, ну, нашего бурятского, я сам бурят. Да, но он сам себя закопал, что он... Да, вот, откопали, и говорят, что у него там живые ткани. Ну, как бы, я хочу проверить. Если мне выдадут, я после этого готов прямо, так сказать... Да как ты же мешал туда уже поехать? Не дают. Слышишь, как я под землей. Да, да. Еще всякие разные бывают чудеса. А, для вас это чудеса, да? Это серьезно. Так, ну что? А скажите, пожалуйста, а вот память просто Баранникова... Вы на саммите... Как вы относитесь к этому понятию дистанциального страдания в последнем докладе Баранникова на саммите? Я просто не знаю этого доклада, поэтому... А вы же были в зале, разве не жил? Как где? На саммите, в Санкт-Петербурге. Дистанциальное страдание? Я не был.